Друзья, всем привет! Рады видеть вас на нашем канале. Наступила пятница, и мы, как обычно, в этот день приехали на наш домашний аукцион Гловис в городе Чехын. Посмотрите, автомобили сегодня выставлено очень большое количество. Постараемся, как обычно, показать вам самые интересные варианты, покажем их в примерном состоянии, и, конечно, про цены мы тоже не забудем, обязательно их покажем. Также, друзья, в очередной раз хочу вам напомнить о том, что все видеоматериалы сняты на аукционах, все это снимается исключительно для контента YouTube, для вас показывается, снимается. Здесь мы показываем вам лишь примерное состояние автомобилей. А для тех, кто хочет приобрести автомобиль из Южной Кореи, получить более детальный осмотр автомобиля с толщиномером и со всеми другими диагностическими аппаратами, то обращайтесь на наш сайт dalix.kr, оставляйте заявку на нашем сайте. По всем другим интересующим вопросам обращайтесь в наш телеграм-канал. Ссылки на наши источники мы оставим в описании под роликом. Ну что, друзья, устраивайтесь поудобнее, приготовьте чего-нибудь вкусного, кого поесть, попить. Мы начинаем наш осмотр. В общем, поехали. Мы начинаем осмотр вот с этого автомобиля. Это Kia Mohove 2020 года выпуска в комплектации Masters. Посмотрим сразу состояние. Есть небольшие притертости с правой стороны на бампере. Оптика, как видим, целая. Так, решетка радиатора в норме. Так, и вот в передней части у нас установлена также камера. Состояние передней части неплохое автомобиля. Так, посмотрим резину. Также она не стертая, протектор в норме. Состояние диска тоже неплохое. Небольшие царапины на диске есть. Так, здесь установлены у нас 20-е, 265 на 50. Так, идем дальше. Есть небольшие также царапины на дверях. Не очень заметны. В целом, как видим, автомобиль у нас полностью в норме. Корпус не поврежден. Кузов полноприводный автомобиль, трехлитровый дизель. Как видим, по пассажирской стороне тоже все нормально. Никаких искажений, в общем, не обнаружено. Крышка, как видим, тоже в норме. Целая. Давайте заглянем в автомобиль, посмотрим, что у нас внутри. Бесключевой доступ имеется в автомобиле этом. Так, смотрим салон. Так, бежевая кожа светлая. Как видим, кожа полностью в норме, без повреждений на водительском сидении. Так, здесь поддержка не расшатана, в норме. Потолок полностью черный, как видим, в нормальном состоянии. Небольшие пятна на потолке прослеживаются, пороги. Так, в принципе, в норме. Так, металл немного у нас поцарапанный. Так, дальше идем. Руль у нас кожаный, также не потертый, швы все на местах. Так, ключик у нас хранится в такой баночке, чтобы не унесли. Здесь два ключа, один в кожаной оплетке. С левой стороны у нас хенсфри расположен. Так, здесь у нас круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль. Полностью цифровая приборная панель, пробег 13 тысяч километров. Так, в этой части, посмотрите, у нас регулировка яркости приборной панели. Вам опции все перечислить, удержание в полосе, система курсовой устойчивости, помощь при спуске. Все ассистенты. И также у нас крышка багажника на электроприводе. Есть отдельная кнопочка для его открытия. Также электроручник тоже имеется. Так, что еще? Так, здесь у нас, посмотрите, большой дисплей в пленке. Царапины небольшие есть на нем. Механические кнопки мультимедийные и навигационные находятся в нижней части. Двух зоны климат-контроль. Так, фильтрация воздуха также в автомобиле имеется. Беспроводная зарядка, два USB-разъема. Так, ну и в этой части, посмотрите, у нас имеется трехступенчатые подогревы. И вентиляция передних кресел пассажира и водителя. Автохолд. Так, регулировка привода управления. Так, подогрев рулевого колеса, партроники, камера включаются по нажатию. Также есть селектор переключения режимов вождения. Так, их всего три в автомобиле. Комфорт, эко и спорт. Также можно сменить режимы по покрытию. Так, снежный режим, режим неровной дороги и песок. Так, видите, все у нас опции имеются. В автомобиле, так, ручки на стойках. Видеорегистратор здесь встроенный. Так, ну и на крыше вот такой вот люк также имеется, прикрытый шторкой. Так, посмотрим, за сколько продастся этот автомобиль. Как видим, состояние, в принципе, неплохое. Так, здесь у нас элементы металлические получаются в пленке. Как видим, задние ряды тоже в нормальном состоянии. Третий ряд имеется. Этот автомобиль у нас шестиместный. В этой части у нас также управление климат-контролем есть. Трехступенчатый подогрев и вентиляция задних кресел. Также в задней части у нас имеется салон. Как видим, давайте заглянем также в багажный отсек. Крышка багажника, как я говорил, она у нас на электроприводе. Как видите, открытие происходит без проблем. Все болты, как видите, все, посмотрите, родные, заводские, не вскрученные. Сварочные соединения также имеются. Третий ряд у нас по состоянию тоже нормальный. Спинка немного запачканная. Кожа, как видим, в норме. Так, здесь у нас также ниша имеется, компрессор в нише и различное другое автомобильное оборудование. Вот такое вот состояние автомобиля. Посмотрим, за сколько продастся. Состояние неплохое. Идем дальше. Ну и куда же без палисадов, тоже показываем. Этот автомобиль у нас в таком вот цвете, ближе к зеленому, темно-зеленому цвету. Так, смотрим, оптику полностью целая. Так, состояние передней части неплохое. Есть вот также камера в передней части, решетка целая. Так, ну и как видим, передняя часть у нас в норме полностью. Так, состояние резины нормальное, протектор целый. Состояние дисков тоже, как видим, неплохое. Диски у нас полностью целые также. Стоят 20-й, 245 на 50. Давайте пройдемся, посмотрим, что у нас по состоянию. Так, видна небольшая дента вот на задней двери, с левой стороны. Вот она, вы должны ее заметить. Так, в остальном, смотрим, состояние, как видим, неплохое. Небольшие притертости на бампере видны, задним. Также у нас здесь камера задняя установлена. Вот здесь. Так, с правой стороны тоже все нормально. Повреждений, в общем, никаких серьезных не обнаружено. Так, крыша, как видим, тоже в норме. Стекла целые. Давайте мы теперь заглянем в салон. Посмотрим, что у нас в салоне. Без ключевого доступа также в автомобиле этом имеется. Так, посмотрите, заводской шильдик в проеме дверном. 21-й год, второй месяц. Так, салон у нас также, вот, посмотрите, по коже зеленоватый. В перемешку с черной, такая вот миксованная кожа. Пластик тоже зеленоватый. Так, ну и сиденья у нас, как видите, в нормальном состоянии, небольшие заломы наблюдаю. Вот с левой стороны на водительском сиденье электрорегулировки все работают нормально. Так, положение. В общем, сиденье у нас подбирает неплохо. Все работает, как видите, в рабочем режиме. Состояние, вернее, поддержка в норме не расшатана. Потолок у нас обид алькантарой. Как видите, целый. Рваности, никаких дефектов не обнаружено. Так, смотрим. Здесь у нас полностью кожаный руль. Швы нигде не расходятся. Полностью целые так же. Нитки не торчат. Так, здесь у нас баночки, опять же, два ключика хранятся, чтобы не утащили на стальной веревке. Так, в этой части у нас hands-free. Далее, круиз-контроль. Адаптивный круиз-контроль. Полностью цифровая приборная панель. 21 тысяч километров пробега. Подрулевые лепестки имеются с обеих сторон. Так, здесь у нас удержание в полосе. Мониторинг слепых зон. Система курсовой устойчивости. Электроучник чуть ниже. И кнопочка открытия багажного отсека. Такие вот опции. Смотрим, что здесь на центральной консоли. Так, дисплей имеется. Механические кнопки мультимедиа и навигации также в нижней части. Автомобиль заводится с кнопки. Вот она с левой стороны. Так, и здесь у нас трехступенчатые подгревы и вентиляция. Пассажирского сидения и водительского также имеется. Подогрев левого колеса. Автохолд. Драйв-мод. Партроники. Камера включается по нажатию. Двух зон и климат-контроль в этом автомобиле также есть. Так, и вот такой вот кнопочный блок переключения передач. Также имеется драйв-мод. Посмотрите, несколько режимов вождения. Можно их поменять с помощью этого колесика. Здесь у нас беспроводная зарядка. Подстаканники. USB-разъем. Так, подлокотник. И также вот, посмотрите, у нас передние пассажирские сидения. Также регулируются по положениям. По USB-разъему у нас в передних креслах установлено. Но вот в этой комплектации у нас единственное нет люка. Третий ряд так уже у нас имеется. И задние кресла у нас, как видите, капитанские. Тоже полностью целые. Такое вот состояние автомобиля. Посмотрим, за сколько продастся. Так, и вот память сидений. Также в дверной карте у нас имеется. Отдельные кнопочки вынесены. Посмотрим, за сколько продастся. Состояние автомобиля, как видите, неплохо. Hyundai Santa Fe 2021 года тоже показываем. Давайте рассмотрим быстренько состояние. Нет аукционных листов, напоминаю. Показываю вам лишь примерное состояние сейчас. Как видим, по корпусу в передней части все нормально. Есть небольшие царапины, мелкие сколы. Также наблюдаю состояние резины, как видим, в принципе, неплохое. Протектор целый. И по диску смотрим также. Он у нас в нормальном состоянии. Немного загрязнен. Стоят здесь у нас 18-е 235 на 60. Давайте пройдемся по остальному состоянию кузова. Кузов у нас, в принципе, в норме. Немного загрязнен. Небольшие царапины на кузове наблюдаю. Так, бампер тоже слегка запачкан. Так, ну, в общем, никаких деформаций серьезных не обнаружено. Есть небольшая притертость на задней двери с правой стороны. Стекол, как видим, целые. Так, ну, в общем, вот такое состояние примерно. Я вам показываю сейчас. Так, бесключевой доступ имеется в автомобиле. Так, теперь смотрим салон. Полностью черная кожа. Так, поддержка водительского, как видите, в норме. Не расшатана. Перфорация на месте. Электрорегулировки. Все работают нормально. Сидение по высоте и положениям регулируется. Так, дальше смотрим. Руль у нас тоже полностью кожаный. Швы все полностью так же целые. Нигде нитки не торчат. Здесь у нас в баночке хранятся два ключика. С левой стороны hands-free. Здесь круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль. Цифровая приборная панель. Пробег 32 тысячи километров. С левой стороны также смотрим. Есть у нас опции. Перечисляю. Удержание в полосе. Система курсовой устойчивости. Крышка багажника у нас на электроприводе. Есть отдельная кнопочка для его открытия. Для ее открытия также вот внизу электроручник у нас расположен. Дальше смотрим. Так, смотрим здесь, что у нас также дисплей имеется вот такой вот. Двухзонный климат-контроль. Трехступенчатый подогрев и вентиляция передних кресел также есть. Подогрев рулевого колеса, автохолд, партроники, камеры включаются по нажатию. Механические кнопки навигационные и мультимедийные находятся в этой части. Так, аварийка. Здесь у нас кнопочка завода автомобиля находится в нижней части. И кнопочный блок переключения передач автомобиля. Так, здесь у нас хранятся также USB-разъемы, подстаканники, под шторкой. И так, получается у нас вот откидной подлокотник. Переднее пассажирское сидение также регулируется с помощью электрорегулировок. На потолке люка нет, он у нас полностью серый, целый, без рваности, как видим. Второе релье сидение тоже в норме, без дефектов. Вот такое вот состояние у нас автомобиля. Заводской шильдик смотрим. 21-й год, 5-й месяц. Нормальное состояние, посмотрим, в общем, до сколько продастся. Мы идем дальше. Вот такие автомобили тоже можно встретить сегодня на аукционе. Это Genesis GV80. В черном цвете. Сразу перейдем к осмотру состояния автомобиля. Так, оптика целая. Так, в передней части камера тоже есть. Вот в этом месте. Как видим, корпус у нас в передней части в норме. Сейчас я вам показываю лишь примерное состояние автомобиля. Напоминаю, резина тоже в норме, протектор целый. Состояние диска, как видим, неплохое. Все дисковые элементы у нас в порядке. Огроменные диски, просто вот стоят 22-е здесь. 265 на 40. Так, идем дальше. Состояние кузова, как видим, полностью целое. Никаких поверхностных расхожений на автомобиле, в общем, не обнаружено. Есть небольшие царапины. Единственное, вот замечание в остальном. Все, как видим, неплохо. Теперь перейдем к осмотру салона. Без ключевой доступ в этом авто тоже есть. Состояние салона, как видите, в принципе, неплохое. Так, немного у нас загрязнено покрытие на полу. Сидение тоже в норме, полностью черное. Посмотрите, кожа черная. Так, поддержка в норме. Перфорация также есть на сидении. Электрорегулировки проверяем. Все работают. Сидение по положениям регулируется. Так, смотрим здесь. У нас память сидения имеется на два положения в этой части. Ключики хранятся также в баночке. Два ключа у нас есть. В этой части hands-free. Здесь у нас круиз-контроль. Руль полностью кожаный. Вот, посмотрите, состояние руля неплохое. Не протертый. 12 тысяч километров пробега. Полностью цифровая приборная панель. Торпедов также в норме. Посмотрите, покрытие не повреждено. Швы также все в норме. Такой вот дисплей у нас. Очень такой большой состояние. Посмотрите, вот центральной части неплохое. Центральная консоль, он в нормальном состоянии. Все элементы, как видите, в порядке. Кнопочки не затертые. Глянец тоже в норме. Два USB разъема, беспроводная зарядка в этой части у нас есть. И вот такой вот у нас получается колесико переключения передач. Автохолд имеется также. Так, здесь у нас мультимедийный блок управления системы автомобиля. Так, также имеется у нас вот такой вот селектор переключения режимов вождения. И также можно сменить по покрытию режимы. Камера включается по нажатию, партроники. И также имеется помощь при спуске. Подстаканники прикрываются вот такой вот шторкой. Так, здесь у нас покрытие деревянное в этой части. Подлокотник в норме. Как видите, открывается в обе стороны. Состояние нормальное. Так, электрорегулировки переднего пассажирского сидения также есть. Работают нормально. Так, на потолке у нас панорама, люк. Состояние потолка, как видим, тоже неплохое. Здесь у нас вот установлены зеркала. За шторкой прячутся. Так, и лексикон у нас, аудиосистема в автомобиле установлена. Так, немного грязноватый автомобиль. Я напоминаю, друзья, что на аукционах у нас в основном выставляют арендные автомобили. Так, здесь у нас, посмотрите, трехступенчатые также подогревы. Вентиляция заднего дивана имеется. И управление климат-контролем. 220-вольтовая розетка внизу. И USB-разъем также есть. Так, немного затерты у нас, получается, спинки передних кресел. Там тоже. Так, на полу пороги тоже у нас притерты немного в нижней части. И состояние такое немного грязноватое. Я напоминаю, что на аукционах у нас вставляют в основном арендные автомобили. И по состоянию они вот бывают вот такими вот, немного грязноватыми, неухоженными. А вот то, что мы предлагаем нашим покупателям, это дилерские автомобили. И по состоянию они гораздо лучше, свежее и приятнее выглядят. Поэтому заказывайте автомобиль через нашу компанию. Оставляйте заявки на нашем сайте. По всем другим интересующим вопросам обращайтесь в наш телеграм-канал. Ссылки на наши источники мы оставим в описании под видео. Идем дальше. Автомобиль Kia Carnival High Limousine. Тоже покажем состояние этого автомобиля. Так, давайте сразу начнем. Оптика у нас целая, как видим. Так, немного притерт бампер передний вот с этой стороны, с правой. Так, в передней части также установлена камера. Вот здесь находится. В принципе, ничего серьезного не наблюдаю в передней части. Показываю вам, напоминаю, сейчас лишь примерное состояние. Так, резина немного подстерта, но в целом протектор у нас в норме. Состояние диска, как видим, тоже небольшие притертости видны. Небольшие сколы. Так, здесь у нас установлены 19-е 235 на 55. Идем дальше. Так, автомобиль у нас немного грязноват. Но, в принципе, все элементы кузова, как видим, в порядке. Никаких деформаций, в общем, не обнаружено. Все элементы в норме. Немного грязноват. На крыше. Крыша у нас, посмотрите, вот такая вот объемная. Немаленьких размеров. Тоже, как видим, целая. Заглянем теперь в салон. Бесключевой доступ имеется. Открываем дверь. Смотрим, что у нас в салоне. Полностью светлая кожа, как видим. Бежевого цвета. Водительское сидение у нас также в норме. Поддержка не расшатана. Нижняя часть, как видим, у нас немного потемнела в ходе эксплуатации. Очень сильные потемнения. Заломы также видны. Швы все целые. Проверяем электрорегулировки. Все работают нормально. Сидение по положению, в общем, регулируется. Память сидений на два положения на дверной карте расположена. Аудиосистема Крыл также в автомобиле у нас установлена. В этой части перечислю все опции. Мониторинг слепых зон, удержание в полосе. Система курсовой устойчивости. Так и регулировка яркости приборной панели. Пробег 80 тысяч километров. Полностью цифровая приборная панель с элементами аналоговой по бокам. Так, кожаный руль. Тоже по состоянию есть небольшие пятна грязи. Так, швы все целые. Потертости никаких, в общем, нет на руле. Все элементы в норме. В этой части у нас hands-free. Так, круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль. Торпеду смотрим. В нормальном состоянии, не потертые. Два ключика у нас висят. На стальной веревке видеорегистратор установлен. Так, дальше идем. Центральную консоль рассматриваем. Так, небольшого размера дисплей. Так, здесь у нас кнопочка завода автомобиля. Трехзонный климат-контроль также имеется в автомобиле этом. Так, кнопочки механически все в норме, не потертые. Так, здесь у нас беспроводная зарядка в нише хранится. USB-разъем. Так, далее, дальше идем. Здесь в этой части у нас коробка автомат. Режим эко-эктив. Трехступенчатые подогревы и ментиляции передних кресел пассажира и водителя. Также есть электроручник, автохолд. Подогрев рюлевого колеса. И камера включается по нажатию. Так, и вот такой вот момент. Подстаканники здесь у нас с охлаждением и с подогревом. Очень такой вот приятный бонус. Так, переднее пассажирское сидение у нас также на электрорегулировках. Так, все работает нормально. Задние подстаканники тоже с подогревом и охлаждением. Теперь переходим на задний ряд. Посмотрим, что у нас там. В заднюю часть автомобиля. Так, теперь задняя дверь у нас тоже, посмотрите, открывается автоматически. Так, смотрим кожу на задних рядах. Так, здесь у нас немного грязноватая. Блок управления мультимедией. Поднимаем голову и посмотрите, что у нас здесь. Вот такой вот монитор большой, телевизор. Можно смотреть любимые фильмы, телепередачи. Так, здесь у нас пластик немного затертый на спинках передних кресел. Так, как я говорил, подогревы и охлаждение подстаканников. Трехступенчатые подогревы задних кресел также имеются. Здесь у нас есть разъем, 220-вольтовая розетка идет. Третий ряд сидений тоже есть. И посмотрите, какая у нас большая крыша, высокая. Так, и здесь у нас на крыше светильник установлен. Шторки на всех стеклах автомобиля по периметру установлены. В заднем, получается, у нас стекле установлен в видеорегистратор. Такое вот состояние автомобиля, как видим, неплохое. Кнопочка открытия двери вот этой вот и закрытия также работает нормально. В общем, состояние неплохое, как видим. Посмотрим, за сколько продаться. Мы идем. Автомобиль KSRN 2019 года выпуска в белом цвете. Есть небольшие притертости на бампере с правой стороны. Вот они. Оптика целая. Так, здесь смотрим, установлена камера в передней части. Небольшие притертости на бампере с этой стороны видны. Так, смотрим резину. Тоже стертая полностью практически вся. Диск, как видим, в нормальном состоянии слегка грязноватый. Здесь у нас установлены 19-е 235 на 55. Так, идем дальше. По корпусу, в принципе, ничего серьезного не наблюдаю. Кузов, как видим, целый. Здесь тоже, в принципе, все, как видим, в норме. Показываю вам лишь сейчас примерное состояние. Напоминаю, нет аукционных листов. Мы сейчас заглянем в салон теперь. Без ключевой доступ имеется. Так, что у нас по салону? Коричневая кожа. Посмотрите на сиденьях. Кожаные сиденья. Серый потолок. Панорама на крыше имеется. Так, кожа немного потемнела. В ходе эксплуатации также появились заломы. Немного запачканы с внутренней стороны. Электрорегулировки все работают нормально. Сиденья по положениям регулируются. Поддержка также в норме. Так, на дверной карте у нас память сиденья на два положения имеется. В этой части также опции перечислю. Так, здесь у нас удержание в полосе. Мониторинг слепых зон. Система курсовой устойчивости. Помощь при спуске. И кнопочка открытия багажного отделения. Полностью кожаный руль. Без потертостей. Швы все целые. В этой части у нас hands-free. Здесь круиз-контроль. Адаптивный круиз-контроль. Имеется 57 тысяч километров пробега. Цифровая приборная панель. Торпеда имеет, посмотрите, многочисленные притертости. Мелкие царапины. Так, ключ в комплекте висит на веревочке. Здесь у нас небольшой дисплей. Механические кнопки. Мультимедийные, навигационные по бокам. Автомобиль заводится с кнопки. Вот такой вот. Так, в этой части у нас двух зон и климат-контроль находятся. Обдовый стекол переднего и заднего. Трехступенчатый подогрев и метиляция. Передних кресел пассажира и водителя также имеется. И подогрев рулевого колеса. Так, смотрим, что здесь у нас. Коробка автомат. Drive mode. Несколько режимов вождения имеется. Блокировка дифференциала. Автохолд. Электроучней. Камера включается по нажатию. Так же, партроники есть. Так, в этой части у нас в нише находится беспроводная зарядка. USB-разъемы. Так, здесь у нас, посмотрите, подлоконник также в норме. Не потертый, слегка запачканный. Переднее пассажирское сидение также регулируется с помощью электрорегулировок. Так, немного запачканное тоже сидение. Потемнело кожу. Посмотрите, мусор раскидан в автомобиле. Задний ряд, в принципе, тоже целый. Без каких-либо дефектов на поверхности. Так, вот такое вот состояние автомобиля, как видите, в принципе, неплохое. Немного грязноватый автомобиль. Но напоминаю, что автомобили у нас на аукционах в основном арендные. Вот, бывают немного грязноватые, неухоженные по состоянию. А вот то, что мы предлагаем нашим покупателям, это дилерские автомобили. И по состоянию они гораздо лучше, более свежее и опрятнее. Поэтому приобретайте автомобиль через нашу компанию. Оставляйте заявку на нашем сайте. Adlex.Keyr Автомобиль Kia Sorento, только уже модель посвежее, 2020 года. Так, по состоянию, в принципе, по передней части смотрим. Видим, неплохое состояние. Слегка грязноватый автомобиль. Камера есть в передней части. Оптика целая. Резину смотрим. Не стертая. Протектор в норме. Диски вот сами тоже в нормальном состоянии. Есть небольшие царапины. Здесь установлено с 20-й 255 на 45. Состояние корпуса, козова. Посмотрим. В принципе, ничего серьезного нет. Деформации никаких не обнаружено. В задней части у нас также есть камера. Так, по правой стороне есть небольшая дента на задней двери. Небольшая такая, прослеживается не очень сильно. Такие вот замечания у нас по автомобилю. Теперь переходим к осмотру салона. Безключевой доступ имеется в автомобиле. Так, рассмотрим салон. Светлая кожа. Черный потолок. Так, потолок в небольших пятнах. Панорама есть на потолке. Тоже покрытие панорамы. Слегка запачканная кожа в небольших заломах с левой стороны. Немного, посмотрите, потемнело. Поддержка в норме. Не расшатана. Также небольшие потемнения на коже наблюдаю. Электрорегулировка работает нормально. Сидения по положениям регулируются. Пороги тоже, посмотрите, грязноватые. Поцарапанные здесь. В дверной карте установлены память сидений на два положения. Так, в этой части общего опции вам перечислить. Удержание в полосе. Система курсовой устойчивости. Багажник на электроприводе. Руль измиксованной кожи. Полностью в нормальном состоянии. Не потертый. Так, в этой части у нас хенсфри расположены. Кнопочки, как видите, все нормальные. Не притертые. Так, здесь у нас круиз-контроль. Адаптивный круиз-контроль. Пробег 20 тысяч километров. Полностью цифровая приборная панель. Подрульевые лепестки с обоих сторон имеются. Так, два ключика в комплекте с автомобилем идут. Торпеда, как видим, не потертая тоже. Так, смотрим, что здесь. Дисплей у нас большой. Так, навигационные кнопки мультимедийные, сенсорные. По бокам находятся двухзоны климат-контроль. Трехступенчатые подогревы и вентиляция. Сидения находятся вот в этой части. Посмотрите, по бокам. Так, здесь у нас беспроводная зарядка. Три USB-разъема есть. Фильтрация в автомобиле также присутствует. Так, автомобиль у нас заботится с кнопки. Вот она кнопочка. Так, и в этой части у нас колесико переключения. Так, передач автомобиля. Коробка автомат. Drive-mode также имеется. Несколько режимов вождения. Так, здесь у нас подогрев львого колеса. Автохолд, помощь при спуске, электроручник, партроники. Камера включается по нажатию. Как видите, все кнопки у нас в норме. Не затертые. Так, вот эти вот углубления, подстаканники немного запачканы. Так, здесь у нас на подлокотнике вот такая вот подушка. Удобная, мягкая. Так, внутри немного скопился мусор. Так, электрорегулировки. Все работают нормально, как видите, без проблем. Сидение по положениям регулируется. Так, имеется здесь у нас также третий ряд. Второй, как видите, у нас по состоянию тоже в нормальном виде. Сохранился, кожа не повреждена. Так, автомобиль, в принципе, в неплохом состоянии. Немного грязноват. Небольшие царапины есть. Посмотрим, за сколько продастся. Идем дальше. Автомобиль Hyundai Tucson в черном цвете. Посмотрим состояние этого авто. Так, немного грязноватый. Но, как видим, все элементы передней части у нас целы. Оптика тоже в норме. Есть небольшие царапины. Притертости мелкие. Так, бампер тоже слегка затертый. Так, резину смотрим. Протектор целый. Диски в нормальном состоянии. Полностью целые. Так, здесь у нас стоит 18-й. 235 на 60. Так, состояние кузова. Остальное посмотрим. Небольшие царапины уже вот вижу. На элементах кузова задняя часть в порядке. Так, и по пассажирской стороне тоже, в принципе, все нормально. Крыша целая, в норме. Так, после дождя скопились капли. Так, здесь у нас бесключевой доступ имеется. В автомобиле также заглянем в салон. Так, серый потолок. На потолке у нас панорама. Посмотрите, покрытие немного запачканное. Кожаные сидения. Черные. Поддержка в норме. Небольшие заломы здесь наблюдаем. Сидения у нас не затерты. Ручные регулировки здесь у нас присутствуют. Электрорегулировок нет. Заводской шилик. 21 год, 6 месяц. Памяти сидений здесь также нет в этой комплектации. Так, здесь у нас из опции системы курсовой устойчивости. Состояние по рулю, в принципе, как видите, неплохое. Небольшие пятна видны. Шивы все целые. Так, с левой стороны у нас hands-free на руле. Так, в баночке два ключа хранятся. Так, здесь у нас круиз-контроль также на руле. Имеется 18 тысяч километров пробега. Цифровая приборная панель. Так, торпеда не затертая. В норме. Установим видеорегистратор. Так, здесь смотрим. Установлен также дисплей средних размеров. Сенсорные кнопки мультимедийные. Навигационные есть. Двухзонный климат-контроль также есть. Обдовый стекол. Так, здесь у нас также, как видим, все нормально по покрытию. Смотрим, что здесь. Трехступенчатый подогрев и вентиляция передних кресел. Пассажиры и водителя также в автомобиле имеются. Так, подогрев левого колеса. Партроники. Драйв-мод. Автохолд. Электроручный кнопочный блок. Переключение передач. Так, здесь у нас незатертый подлокотник. Ниша глубокая. Так, и вот пассажирское сидение по состоянию тоже в норме. Нет электрорегулировок. Только ручная регулировка. Задний диван, как видим, немного запачканный. Покрыт пылью. Небольшой пленкой. В остальном по автомобилю, в принципе, все нормально. Как видите, состояние неплохое. И пороги тоже немного затертые. Вот, как видим, состояние, в принципе, нормальное. Про автомобили зарубежного автопроба мы не забыли. Сейчас уже покажем. Начнем вот с этого автомобиля. Миниатюрного мини-купер. Так, видны небольшие притерточи с правой стороны на бампере. Оптика целая. Так, резину посмотрим. В принципе, в норме. По краю слегка затертые. Диски, как видим, тоже имеют небольшие притертости в нижней части. Так, по остальному состоянию кузова, в принципе, как видим, все нормально. Дефектов, искажений серьезных не обнаружено. По правой стороне тоже, в принципе, все неплохо. Так, я напоминаю, что показываю вам сейчас лишь примирное состояние автомобиля. Безключевой доступ имеется. Так, не очень приятно пахнет в автомобиле. Кожаные сидения. Так, перфорация есть. Поддержка в норме. Память сидений на два положения в этой части. Электрорегулировки работают нормально. На крыше смотрим. Умеется люк. Крыша серая. Так, здесь, посмотрите, у нас кожаный руль. Не потертый. Ханс-фри в этой части. Аналоговая приборная панель. Торпеда в небольших загрязнениях, пятнах. Так, здесь смотрим. Также вот дисплей небольшой у нас имеется. Также у нас есть подогревы трехступенчатых передних кресел пассажира и водителя. Так, смотрим, что здесь. Коробка автомат у нас. Так, управление мультимедией. Электроручник. Ну, в принципе, состояние неплохой автомобиля. Так, он немного грязноватый. Напоминаю, что на аукционах у нас выставляют в основном арендные автомобили. По состоянию они бывают не очень-таки опрятные. Вот то, что мы предлагаем нашим покупателям. Это автомобили. И они гораздо лучше по состоянию. Выглядит опрятнее. Заказывайте автомобили. Поэтому через нас, через нашу компанию, вставляйте заявки на нашем сайте. Далее в точках QR. Ссылки на наши источники мы оставим в описании под видео. Так, далее. Мерседес. Тоже посмотрим по состоянию. Так, что у него по состоянию. Как видим, кузов, в принципе, целый. По задней части, в принципе, тоже все нормально. Небольшие притертости на бампере наблюдаю. С этой стороны, с правой, как видим, все нормально. Так, ну и резину тоже посмотрим, в каком у нас состоянии. Так, в принципе, в норме. Протектор целый. Диски тоже по состоянию, как видите, нормальные. Дисковые элементы не повреждены. Бесключевой доступ в автомобиле имеется. Давайте заглянем в салон, посмотрим, что в салоне. Так, полностью кожаные сидения у нас. Серый потолок, на потолке люк, прикрытый шторкой. Электрорегулировки находятся на дверной карте. Вот они, посмотрите, здесь. Работают все нормально. Сидения по положениям уже слышу, регулируются. Электропривод, сидения работают в норме. Так, память сидений на три положения. Так, подогревы трехступенчатые находятся также на дверной карте. Посмотрите, здесь кнопочки все в норме. Так, в этой части у нас регулировка освещения автомобиля. Hands-free. Также на руле кожаный руль, посмотрите, не потертый, в норме. Так, цифровая приборная панель по центру. Так, здесь, посмотрите, у нас также имеется небольшой дисплей. Видеорегистратор установлен. Торпеда, как видим, в норме, не потерта. Небольшие загрязнения не видны. Двух зон и климат-контроль также есть. Навигационные мультимедийные кнопки в нижней части. Глянцевые элементы в этой части немного поцарапаны. Множество царапин наблюдаю. Так, и здесь у нас, посмотрите, мультимедийный блок управления системой автомобиля. Так, здесь подлокотник не потертый. Сиденье передней пассажирской в норме. Так, задний диван, как видим, тоже по состоянию, в принципе, неплохой. В заднее стекло встроен видеорегистратор. Как видим, автомобиль, в принципе, в неплохом состоянии. Я вам сейчас показал лишь примененное состояние автомобиля. Нет аукционных листов сейчас. Далее идем. Автомобиль Lincoln. Также посмотрим состояние. Передняя часть, как видим, в принципе, в норме. Оптика целая. Небольшие притертости наблюдаю на бампере. Вот они. Так, резину посмотрим. Протектор целый. Состояние дисков, в принципе, неплохое. Здесь установлены у нас 20-е. 245 на 50. Идем дальше. Так, никаких вот повреждений по кузову не наблюдаю. Вот, по первым впечатлениям, автомобиль у нас в нормальном состоянии. Так, цвет серебристый. По правой стороне тоже, как видим, все нормально. Теперь мы перейдем к осмотру салона. Без ключевого доступа здесь нет. Так, посмотрим. Шильдик. 17-й год. Вот он в проеме. Так, здесь у нас на дверной карте память сиденья на три положения имеется. Роль полностью кожаная, не потертый. На руле hands-free у нас. Так, цифровая приборная панель. 49 тысяч километров пробега. Так, кожаные сиденья. Второй диван тоже у нас кожаная. Посмотрите, черный. Черный потолок также с панорамой. Состояние потолка, как видите, неплохое. На сиденье, вот в водительском, небольшие примятости видны. В нижней части, вот на спинке также, заломы с левой стороны. С внутренней части также, в общем, видны. Внизу пластик не потертый. В норме электрорегулировки. Все работают нормально. Сиденье у нас по положениям регулируется без проблем. Так, кожаный руль. Так, торпеда. Потертый немного на пассажирской стороне. Сняли видеорегистратор. Так, вот, смотрим на центральную консоль. У нас установлен здесь, получается, дисплей. И кнопочки переключения передач находятся вот в этой части. Так, далее. Смотрим. Здесь у нас за шторкой прячется USB-разъем. Также, а, вот он, видеорегистратор. Посмотрите, его положили сюда, в нишу. Трехступенчатый подогрев и метиляция находятся в этой части. Мультимедийные также кнопочки здесь находятся. Подстаканники, подлокотник. Посмотрим. Так, открывается. Все здесь нормально тоже. Разъемы. Так, ну, в общем, в неплохом состоянии автомобиль. Посмотрим, за сколько продастся. Примерное состояние вам показал. Также еще один автомобиль Mercedes. Посмотрим, за сколько продастся. Покажу вам цену по состоянию. Так, ну, в принципе, ничего серьезного нет. Я вам показываю сейчас примерное состояние. Небольшие притертости наблюдаю. На элементах вот задний бампер слегка затертый. Вот притертости наблюдаю с этой стороны. Здесь также притертости есть. Так, по правой стороне, в принципе, все в норме. Отсутствует у нас крышка топливного бага, как видите. Посмотрим, за сколько продастся этот авто. Внутреннее состояние автомобиля, как видите, в принципе, неплохое. Кожа целая. На потолке люк. Так, покрытие на полу. Немного запачка. Ну, посмотрим также, за сколько продастся этот автомобиль. Так, автомобиль Cadillac. Тоже посмотрим, за сколько продастся в красном цвете. Такой вот дизайн агрессивный. Так, он у нас закрытый. Так, ну, по состоянию, в принципе, в норме, по наружной части. Небольшую денту наблюдаю на задней двери, с левой стороны. Также посмотрим, за сколько продастся автомобиль BMW. Тоже посмотрим, окончательно его цену, за сколько продастся состояние по наружности. По наружной части покажу небольшие примятости. Бамперы имеются с левой стороны. Вот они. Оптика целая, немного запачканная. Резину посмотрим. Резина стертая практически полностью. Это голая резина. И смотрим состояние диска. Неплохое резина. Диск, вернее, не поврежден. Состояние кузова в целом, как видите, неплохое. Элементы все целы. Деформации по кузову не обнаружено. Есть небольшие притертости. Единственное замечание. Так, что у нас внутри, давайте посмотрим. Ну, внутреннее состояние салона, как видите, неплохое. Так, немного у нас затерт пластик. Пороги тоже потертые, посмотрите. Так, заводской шильдик, 15-й год. Так, черный потолок. На потолке у нас люк прикрыт шторкой. Кожаная руль. Так, на руле hands-free. Здесь у нас аналоговая приборная панель. Двухзонный климат-контроль. Небольшой совсем дисплей. Коробка-автомат. Так, имеется режимы вождения. Спорт. Эко-про. Так, система курсовой устойчивости. И также имеется у нас мультимедийный вот такой вот блок управления. Так, трехступенчатые подогревы и вентиляция передних кресел также есть. Автомобиль заводится с кнопки. Состояние, как видим, неплохое внутри. Трехступенчатые подогревы и вентиляции передних креселем. Продолжение следует. Продолжение следует...